Нехватка доноров крови, пожалуй, одна из самых острых проблем ивановских медиков. По оценкам экспертов, в области на тысячу человек приходится всего 12 доноров, а необходимо как минимум в три раза больше. Появилась необходимость говорить о привлечении в число доноров ближнего круга больных, которые находятся в лечебных учреждениях, которые нуждаются в переливании крови или ее компонентов. На Ивановской станции переливания крови провели летнюю акцию «Суббота донора». По мнению организаторов, в этот день сдать кровь могут те, кто не успевает сделать это в будни. Сезонная проблема, связанная с дефицитом доноров летом, сейчас стала еще острее. Медики говорят, что в жаркий сезон количество ДТП увеличивается, крови необходимо больше. Летом увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. Летом увеличивается количество пожаров, на которых страдают люди и где требуется большое количество плазмы и компонентов крови. Кроме этого, потребность как бы связана еще с тем, что уменьшается количество доноров. С января следующего года система донорских компенсаций претерпит некоторые изменения. Сейчас платные безвозмездные доноры после донации получают денежную компенсацию, которую они могут потратить на питание. Разница только в сумме оплаты. Со следующего года категории доноров будут разделены. Безвозмездные доноры будут получать комплексный обед, а после 40-й сдачи крови звание «Почетный донор», предполагающее ряд льгот и ежегодную денежную компенсацию. Те, кто кровь будет сдавать платно, стать почетными донорами не смогут. Те доноры, которые к нам ходили, сдавали безвозмездно, они как были наши кадровыми донорами, так и будут продолжать ходить к нам сдавать. Труднее будет вовлекать новых, молодых кадров, потому что нужно будет объяснять плюсы безвозмездного донорства. Активисты проекта «Молодая кровь» постоянно проводят акции для привлечения волонтеров. Они стремятся увеличить количество постоянных доноров среди молодежи. Мы активно работаем со всеми вузами Ивановской области. Часто проходят донорские акции. Мы приходим в вузы, объясняем им, для чего это надо. Проводим различные развлекательные мероприятия. За буквально год существования проекта мы увеличили количество молодых доноров. Сейчас у нас в базе уже более 250 доноров. Почти пол-литра крови забирают за 10 минут. Через месяц организм полностью восстановит потери. Еще через месяц можно опять стать донором. Плазму, в отличие от крови, можно сдавать гораздо чаще. Каждые две недели. Донорская кровь направляется во все лечебные учреждения города и области. Должна быть активная работа по созданию кадровых доноров, потому что это люди, которые и сами образованы и подготовлены, и которые, в принципе, сохраняют здоровье для того, чтобы в любой момент быть готовыми прийти на помощь, сдать кровь или какие-то препараты, которые делают из этой крови. Медики планируют проводить акцию ежеквартально. В субботу сдать кровь на станцию пришли более 70 человек. По будням этот показатель в 10 раз меньше. Больше людей имеют возможность прийти, потому что некоторые работают с 8-9 утра, они просто уже не могут. А станция переливания крови только полдня работает. И это неудобно для некоторых. А так энтузиастов прибавится. У многих будущие изменения закона о донорстве вызывают опасения. Но медики уверены, те, кто являются постоянными донорами, будут сдавать кровь и плазму вне зависимости от условий вознаграждения. Люди понимают, так и не помогают спасти чью-то жизнь.